20 апреля в России отмечается национальный день донора. Приуроченная к этой дате акция «Подари каплю надежды» прошла в столице Верхневолжья во вторник на улице Трехсвятская. На протяжении нескольких часов здесь работал мобильный комплекс заготовки крови. Стать донором в этот день мог любой желающий. Для Натальи Галактионовой 20 апреля отныне особенная дата. Именно в этот день девушка впервые сдала кровь, присоединившись к людям, которые носят гордое звание донора. Решение, признается Наталья, было принято совершенно спонтанно, но достаточно уверенно. Хочется стать примером. Я сегодня вела ребенка в сад, и мне ребенок задал вопрос, что это такое, для чего это нужно. Вот объясняли всю дорогу. Она говорит, мамочка, ты же пойдешь, сдашь кровь, ты же кому-то поможешь, я-то, говорит, боюсь. Вот поэтому, наверное, поэтому и пришла. Вместе с Натальей сдать свою кровь этот день решили еще около 50 человек. Все они присоединились к акции «Подари каплю надежды», которая была приурочена к Национальному дню донора. На улице Трехсвятской на протяжении нескольких часов работал вот этот мобильный комплекс заготовки крови. Как отмечает главный врач Тверской станции переливания крови Евгений Беляев, в подобном комплексе есть все необходимое для работы с донорами. Одновременно здесь может вестись забор крови у пяти человек. Комплекс полностью автономен. У него есть два генератора, которые обеспечивают всю его работу. Присутствует в холодное время суток можно запустить отопление, кондиционирование воздуха. Есть туалет, биотуалет. И все условия для того, чтобы донор чувствовал себя уверенно и комфортно. Пропуская способность комплекса 20 человек в час, с донорами работают те же врачи, что и на станции переливания крови. Если в обычные дни туда приходят около 30-40 человек, то в ходе подобных акций удается привлечь до 100-120 доноров. Каждый из них сдает по 450 миллилитров. Среди тех, кто принял участие в акции «Подари каплю надежды», на этот раз оказалась руководитель благотворительной организации фонд Твери Юлия Саранова. Для нее эта сдача крови стала юбилейной 20-й. Акции выездные проводятся регулярно, станции переливания, но с использованием именно выездного комплекса они очень давно не проводились. И возвращение этого красивого автомобиля, который мотивирует людей становиться донорами, в том числе для нас это такой праздник на самом деле. И мы надеемся, что у нас будет возможность с этим мобильным комплексом посетить районы нашей области, чтобы доноры районов, муниципалитетов Тверской области тоже почувствовали приход этого праздника, Дня донора. Как отметила Юлия Саранова, в ближайшее время с главным врачом станции переливания крови будет обсуждаться вопрос дальнейшей работы мобильного комплекса. Девушка отмечает, что в первую очередь он отправится в те муниципалитеты Верхней Волжья, где уже наработана донорская база и есть потребность в донорской крови.